Торжественное открытие фестиваля прошло 22 октября в концертном зале «Нейтрино». Как и в фильме «В джазе только девушки», в члены жюри были выбраны только представительницы прекрасного пола. Председателем жюри назначили заслуженную артистку Российской Федерации Анну Демьянову. «Свет России моей» проходит уже восьмой раз. И лишь однажды в 2016 году мероприятие проходило не в Несногорске, а в городе Спутники Курская АЭС Курчатове. 23 и 24 октября приходил смотр конкурсных программ. В первый день выступали коллективы Курской, Нововоронежской АЭС и Центрального аппарата. У всех были различные жанры представлений и свой подход к показу. Курская АЭС, например, свою программу посвятила 50-летию юбилея Курчатова. Для показа собрали уникальные архивные кадры того, как шла стройка АЭС. Их показали с помощью проектора. В то же время на сцене выступали творческие коллективы атомной станции. Во второй день шел просмотр программ Балаковской, Белоярской, Калининской и Смоленской атомных станций. Конкурсная программа Смоленской АЭС называлась «К России с любовью». Она началась с танцевального номера коллектива «Десногорские зоры» и театра эстрадной песни «Шанс». Их исполнение также сопровождали документальные снимки на экране. С большим трепетом участники ждали заключительного гала-концерта и награждения, которые проходили 25 октября. Через несколько минут начнется гала-концерт и награждение участников. Сами они, конечно, очень волнуются и переживают. Кто же будет победителем? Трясутся руки и дрожат поджилки, а зритель ждет их на сцену. В последний момент участники разбирают в голове свои выступления по кусочкам. Наверное, волнение. Наверное, волнение и радость. Ну, поскольку мы уже в гала-концерте участвуем, значит, все-таки наше творчество понравилось. Нам очень много вчера комплиментов сделали. Это очень приятно. Когда ты получаешь такую положительную оценку за свой труд вложенный, это, конечно, приятно. Ну, эмоции, на самом деле, просто зашкаливают. Сейчас еще нужно будет выступать. Сейчас будет гала-концерт. Отобрали отдельные номера. Вот в данном случае мой номер вошел в программу гала-концерта. Волнуюсь. Эмоции у меня очень огромные, большие, потому что, как устраиваешься на работу на станцию, к сожалению, творческая деятельность приходится немножечко отодвигать в сторону. Когда тебя приглашают в коллектив, ты начинаешь танцевать, начинаешь работать, и приезжаешь на конкурс, отступаешь, эмоции переполняют. Победители выбирали с помощью онлайн-голосований в социальной сети ВКонтакте и членов жюри. Лауреатом третьей степени стала Нововоронежская АЭС. Второй – Калининская, а победитель Смоленская атомная станция.